Я тысячу раз нажал на кнопку спуска, посмотрел, все проанализировал. И сейчас я научился бы участвовать в самом себе. Видение и знание, это безусловно хорошо, но их постоянно нужно совершенствовать на практике. А для этого нужно снимать, 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 анализировать и снова снимать. Фотографии дикой природы, как в прочем, везде постоянно совершенствуют планку. Им нужно быть всегда конкурентоспособным. Для этого нужно постоянно самосовершенствоваться, устанавливать для себя какие-то новые горизонты. А для этого нужно не только мечтать, нужно очень много еще раз повторюсь снимать. Снимать нужно с осложнением, а навыки придут, скажем так, во время съемки. Вот, как сегодня у нас день Никона, то я сегодня немного поговорю о Никоне. Какой комплект оборудования можно считать необходимым, и какой достаточный для съемки дикой природы, и каковы требования для оборудования. Какой модель фотоаппарата лучше снимать диких животных, какой объектив лучше. Эти вопросы, наверное, лучше у всех. Я не буду говорить о том, какой модель фотоаппарата лучше снимать. Медведя, Леопарда или Орлана. Какая модель лучше, можно спорить вечно. Но мне кажется, что в итоге спора каждый все равно останется при своем мнении. Я сейчас вам расскажу то, чем я снимаю, когда и при каких обстоятельствах, и какой оптимум где-то себя выбрал за годы съемки. По большому счету зрителю важен результат, а не то, на что ты снимаешь. Я убежден по большей степени, что качество фотографии напрямую зависит от того, какой ты оптикой снимаешь. И чтобы получить хорошую фотографию, оптика должна быть, наверное, первоклассной. И только с использованием первоклассной оптики может достичь высоких результатов и быть конкурентоспособностен в сегодняшнем мире. Я за свою историю съемки перепробовал очень много техники. Я пробовал и снимал форматные камеры. Но это совершенно другая история и другая, скажем так, философия. Я не нашел себя там. Я продал эту камеру, сейчас у меня ждет огромное количество слайдов в архиве. Честно говоря, руки не доходят, перебрать их все. Ну, мне кажется, очень дорогой процесс, но качество, которое получаешь, когда снимаешь форматные камеры, оно просто супер. Панорамные камеры я снимаю и сейчас, но все реже и реже. Чаще всего пейзажи. Я пробовал животных, но это сложно. Причина в том, что там используются длинные выдержки, а для съемки диких животных это практически несовместимо. И вторая причина – это наводка на резкость. Много лет назад я остановился на камере Никон. Почему? Мне часто задают этот вопрос во всех моих выступлениях. Так вышло, что первая моя зеркальная камера была именно Никон. Потом, это была камера Никон F5. Потом ее украли в Африке, потом я купил снова, потом ее снова украли, потом я утопил еще одну. Но постепенно я не менял свой бренд. Я оброс, скажем, большим парком объективов под эту марку. И со временем, что я понял, что Никон, на мой взгляд, делает самые лучшие камеры для съемки диких природы. У них очень хорошая эргономика. Берешь руки и понятно, как ее управлять. И в то же время у оптики Никона очень хорошая резка, хороший рисунок. А самое главное, что эти камеры в моих условиях съемки ни разу меня не подводили. Во время съемок я всегда пользуюсь двумя камерами с разными объективами. В валютных условиях это очень удобно, когда на одной камере стоит, скажем так, средний зум, а второй телеобъектив. От этого увеличивается скорость работы. И, скажем так, когда меняешь объективы, то для кого не секрет, что очень много пыли попадает на матрицу. Это немаловажно. И поэтому я стараюсь как можно реже менять объективы. Сейчас я снимаю обычно двумя камерами Никон Д4. Тремя ее зумами. Это Никона 24-70, 270-200 и 200-400. И фиксами 300 мм и 800 мм. И этому набору оптики, в принципе, недостаточно. Я перекрываю все нужные для меня фокусные расстояния при съемке диких животных. Обычно я подбираю объектив под конкретную съемку. Допустим, взять ту же Камчатку. Там можно снимать средним зумом. А в то же время в открытой Арктике, наоборот, животные очень пугливые. И там нужно снимать самым мощным телеобъективом, которым можно себе позволить. И на данном моменте я не ошибусь и скажу, если о том, что, наверное, около половины моих снимков диких животных были сделаны с помощью телеобъектива 70-200. 30% были сделаны с помощью объектива, наверное, 200-400. Там и 800 мм. А в основных случаях я пользуюсь, когда я постараюсь показать этих животных в окружающей среде, я пользуюсь очень хорошим объективом 24-70. Какой мой любимый объектив? Наверное, сегодня их три. Это не кок. 300 мм, 50 мм и 24-1.4. Это самые быстрые объективы. Да и, в принципе, и качество получается у них самое наилучшее. Моя жизнь, я еще раз повторюсь, что сплошное сафари. И когда я еду куда-то снимать, я должен быть на 100% уверен в своей технике. И я не знаю, в какой момент и где я могу сделать какой-то хороший снимок. Но я должен на 100% быть уверен, что когда я нахожусь там и когда природа подарила мне этот момент, что моя камера должна работать и отработать на 100% и не подмести меня именно в этот момент. Поэтому я должен держать в руках именно ту камеру, которая выполнит поставленную передо мной задачи. Мне часто задают вопрос, подводила ли меня камера Nikon в моих поездках. И, честно говоря, давайте я буду откровенен, я очень много их топил. У меня их съедали медведи, у меня их воровали, у меня падали там с обрывов. Но это было, скажем так, по причине сам дурак. А, скажем, по каких-то отказов за мою жизнь ни разу не было. И это суровые места там, где я снимаю, скажем так, позволяют проверять на прочность не только меня, но и моим техникам. Если касаться, еще раз, ну, с объективом, то сейчас объективы с переменно-фокусным расстоянием более популярны. И сейчас достаточно мало людей используют зафиксированные объективы. Даже профессионалы используют объективы с переменно-фокусным расстоянием. Наверное, это из-за того, что это очень быстрые объективы, и из-за качества этих объективов уже довольно высокое. Вот смотрите, предыдущая фотография. И вот эта, эта фотография сделана с интервалом в один год. Ну, очень интересно, что это одно и то же место, один и тот же прайд. То есть я снял его сначала в этот месяц, но через год приехал, нашел тех же львов, подросших на год на этом же месте. Как бы, просто очень интересный случай, по крайней мере, для меня. В данном случае это широкогольный объектив 12-24. За счет большой глубины резкости, вы видите, здесь березы на заднем плане создают освещение, скажем так, на мой взгляд, мусора. А вот этот, это 300 миллиметров объектив. Наверное, заметили разницу. Это примерно одни и те же самые условия съемки. Точки съемки, свет, фон. Но на первом фото, давайте вернемся, за счет большой глубины резкости, березы заднего плана портят картинку. А здесь, наоборот, широко открытая диафрагма и березы, которые также есть на заднем плане, они просто нежно размылись и не отвлекают, и не создают ощущение хаоса и нагромождения. В Арктике, когда я снимал эту саму, я использовал телеобъектив. В данном случае это был 200-400 с камерой Nikon 300S, с кропом 1,5, это получается 600 миллиметров. Здесь опять пугливые животные, пугливые птицы, которые я снимал в Африке. И опять же использовал тот же самый набор для того, чтобы приблизить живых этих птиц и не пугая их. Этого медведя я заметил, когда он ходил по берегу и увидал у лосося и икру. Я установил камеру с объективом 12-24, используя удаленный контроль, сделал это фото. Здесь, по-моему, фокусное расстояние 12 миллиметров. Чтобы показать вот здесь объем нереста, я использовал Zoom 24-70. Это очень удобный, резкий, быстрый объектив. Он хорошо подходит для съемки пейзажа, а также для, когда я снимаю диких животных, но в окружающих среде на короткой дистанции. В данном случае это молодая сова, и ближайшая на 100 метров, она никак меня не подпускала. Я понимал, что даже с фокусом 600 миллиметров, я не смогу к ней подойти ближе, чем метров на 50, а то и, короче, ближе, чтобы получить портрет. Но мне очень понравилась эта облака вечернего неба. Я начал издалека потихонечку подползать, проползая там 5-6 метров, я останавливался, делал кадр, и в итоге она подпустила мне метров на 70, и потом просто улетела. Обратите внимание здесь на передний и задний план. Это 600 миллиметров, полностью открытая диафрагма, что передний и задний план размыто, а главные герои, они у нас получились в фокусе. Здесь тоже размытый передний и задний план, но другой объектив 70-200, но с более короткой дистанцией и также с полностью открытой диафрагмой. Здесь я постарался выделить именно момент кормления. Для этого я использовал 600-метровый объектив. Вообще, в этой истории, в этой фотографии очень интересная история. Когда я снимал на Камчатке, тут эта медведица приводила ко мне медвежат, оставляла около меня их, а сама уходила рыбачить. И это было реально на расстоянии, наверное, 3-4 метра она бросала их. Я сначала долго не мог понять, в чем причина. А потом же оказывается, что большие медведи боятся людей, они как бы стороной их обходят. А медвежат и медведицы привыкли к людям, она их оставляет, и я как бы работал нянькой и фотографом. И я наблюдал не только я, это потом там и многие мои коллеги, кто снимали на Камчатке, они говорили, что да, на самом деле медведицы часто подводят медвежат, оставляют их около человека, сами ходят рыбачи, поймали рыбу, принесли медвежатам, покормили их. И так как бы под просмотром человека, они всегда, пока она рыбачит, остаются в сохранности.